Оренбургские газовики – одна большая дружная семья, потому забота о старших здесь святой долг. В преддверии 9 мая «Газпромдобыча Оренбург» поздравляет своих ветеранов. Принимаем мы ежегодно. Традиции, я считаю, надо чтить, потому что это, как сказать, наши предки, они воевали, они нам принесли мир, свободу. Общество «Газпромдобыча Оренбург» постоянно уделяет внимание участникам боевых действий и пенсионерам. И пример этому подает лично генеральный директор Сергей Иванович Иванов. 11 ветеранов войны и 45 тружеников тыла в прошлом сами работали на газоперерабатывающем заводе. Но и после того, как ушли на пенсию, на предприятии о них не забыли. Мы благодарны, и не только мы, и наши все семьи. Алексей Андреевич участвовал в Орловско-Курской битве, освобождал Украину, Молдавию, Венгрию, Австрию. А вот Людмила Николаевна – жительница блокадного Ленинграда. Тогда ей было 13 лет. Признается, повидала на своем веку многое. Но с тех пор благодарна за каждый подарок судьбы. Свою работу на газзаводе именно таковой считает. Мне стал родной завод. Я благодарна администрации и всем людям, которые принимают в этом участие. Но сегодня слова благодарности звучали в их честь. Главный сюрприз – фронтовые песни. В секрете до последнего газовики держали репертуар к сегодняшнему дню. Им помогали подбирать родственники ветеранов. Поклонимся великим всем годам, тем славным командирам и бойцам. Всего под опекой общества «Газпромдобыча Оренбург» 22 фронтовика и почти 200 тружеников тыла. В канун 9 мая все они получили по 25 и 12 тысяч рублей соответственно. Но, как отмечают газовики, никаких денег не хватит, чтобы оценить подвиг ветеранов. И мы, поколение, будем рассказывать своим детям, внукам, как вы победили фашист. Низкий вам поклон за ваш труд. Но на этом праздничные мероприятия не закончатся. Уже завтра ветеранов соберут на концерты и торжественный ужин в дворце «Газовик». А тех, кто не сможет прийти, сотрудники общества поздравили на дому. Ведь в День Победы никто из героев не должен быть забыт. Ольга Патрушева, Виктор Грашенев. Наше время. До свидания.